Традиционно в июле в стране празднуют День Российской Почты. В этот период принято вспоминать о многочисленных заслугах и, главное, честном служении обществу не только представителей благородной профессии почтальона, но и других специалистов, без которых невозможна работа почты в целом. В Самаре торжественная церемония по случаю праздника прошла в филармонии. На сцене Большого Зала наградили более 230 лучших сотрудников почты. 10 работников этой сферы награждены почетными грамотами губернатора Самарской области. Также некоторые сотрудники были удостоены почетного звания «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области», почетного знака губернатора Самарской области за заслуги в наставничестве, а также звание победителя конкурса «Лучший почтальон». Кроме того, помимо общего праздника, Самарский почтамт отметил свое 150-летие. Работников поздравила глава города Елена Лапушкина. Она отметила, что на протяжении полутора веков сотрудники Самарской почты профессионально и за дня в день обеспечивают связь не только между городами, но и регионами нашей страны. Безусловно, жизнь не стоит на месте. Безусловно, появляются новые технологии, новые требования, и вы идете в ногу с этим временем. Предоставляя новые услуги, открывая и модернизируя отделение почты, для вас остается неизменным только одно – это ваше служение людям, служение государству. И, конечно, за это вам огромное человеческое спасибо. Более трех миллиардов писем, посылок, счетов проходят каждый день через почтовые отделения России. От работников этой сферы зависит очень многое, поэтому ответственность, внимательность и терпение – качество которыми должен обладать каждый сотрудник почтамта. Только на территории города в местных отделениях трудится больше полутора тысяч человек, и почти шесть тысяч работают в управлении почтамта региона. От качества работы почты, от того, насколько она клиент-ориентирована, насколько она гибко, насколько она сейчас умеет постраиваться под все динамичные изменения, которые происходят в нашей жизни, зависит очень многое. Почему? Потому что почта рассеет, в первую очередь, конечно же, даже не производственная структура, а социальная структура. Сегодня современное отделение почты – это не просто способ доставки посылок и писем. Это целый комплекс услуг – от оплаты коммунальных и многих других платежей до покупки медикаментов. Не умаляя заслуг прошлого, работники Российской почты с уверенностью смотрят в будущее. Это и серьезнейшая модернизация объектов, и строительство и открытие новых отделений связи. Ну и, в первую очередь, это улучшение условий труда. Самарский почтамп достаточно уверенно лидирует по многим позициям среди почтампов филиала, а также и макрегиона. Поэтому я уверен, что у данного структурного подразделения очень хорошее будущее. Государственная почтовая служба появилась еще в годы правления Петра. Тогда был издан указ о создании первого маршрута. Он связал несколько городов – от Москвы до Архангельска. Во время Великой Отечественной войны военно-полевая почта была связующим звеном между воинскими частями, кораблями и подразделениями. Почтовикам, словно рядовым солдатам, приходилось брать в руки оружие, чтобы ценным грузом не завладел противник, что могло нанести огромный урон советской армии. И хотя многое с тех времен поменялось, одно остается неизменным – служение людям и государству. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.